Здравствуйте, друзья! Меня зовут Руслан Акун. Я являюсь режиссёром вот этих фильмов. Я знаю четыре языка. Закончил Американской университет Центральной Азии, а также учился в киношколе USC, Лос-Анджелес, Калифорния, одной из самых лучших киношкол мира. Но я мог пойти совсем по иному пути. Я рос в Нарыне, где 70% молодых людей нашего района были те, кто уже отсидел. Кто за мелкие преступления, кто за более тяжкие и так далее. Четверо моих одноклассников покончили жизнь с 9 по 11 класс. Мои братья были криминальными авторитетами Нарына. Они были чемпионами по борьбе на Рынской области. Все их боялись. И я запросто мог пойти по этому пути и не стал бы тем, кем я стал сейчас. Если бы ни одна история. И эта история произошла в обычном понедельник в школе, во время линейки. Как всегда, я был вообще ужасный хулиган, не учился. И как всегда в своем репортуаре я кого-то доставал. И вдруг заведующий замечает, говорит, ай, опять этот Аконов. За уши меня потянуло и поставилось в первый ряд. Тут наш директор Асан Юсиф Дьянович показывает классный боскетбольный мяч. И показывает фотографию ученицы, которая училась на два паса выше нас, из Далласа. Оказывается, она прошла по конкурсу и поехала учиться один год в Техас. Для меня это был самый большой шок. То есть, получается, девушка, которая в нашем городе жила, училась в нашей школе, дышала тем же самым воздухом, которым я дышал, выиграла конкурс, уехала в Америку. По тем временам это было просто фантастическое что-то. И тогда я задался самым главным вопросом. Я благодарен судьбе, что оказался именно тогда, в том месте, и судьба мне показала. Я задался одним самым важным вопросом в своей жизни. Я спросил себя, почему я не смогу, если она смогла. И с тех пор я все... Я... Прежнего Руслана, прежнего меня нет. Я прихожу домой, открываю учебник братишкой за шестой класс английский язык, переворачиваю. Там есть словарь из тех пор. Я вот так выучил четыре языка самостоятельно. То есть вот этот миг для меня стал ласточкой, которая заложила во мне стремление к знаниям, стремление к образованию, стремление к саморазвитию и улучшению своей жизни и жизни своих близких. И я хочу, чтобы наш сериал стал точно такой же ласточкой для многих наших подростков в регионах. Чтобы они захотели мечтать и чтобы они захотели стремиться и делать что-то в своей жизни. Спасибо. Спасибо.